Каждый пятый в стране страдает психическими расстройствами, а каждый второй боится обращаться к психиатрам. Таковы данные исследования Минздрава России. В календаре 10 октября отмечено Днем психического здоровья. Он был учрежден в 1992 году при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Подробнее о том, почему его отмечают, расскажет Кристина Маматова. Стресс на работе. Под таким названием 25-й раз в нашей стране проводится День психического здоровья. Моя цель – информирование людей о профилактике и лечении психических расстройств. Мы спросили у челнинцев, как они преодолевают стрессовые ситуации при выполнении своих трудовых обязанностей. Преодолеваю отдых дома с детьми. Я репетитором работаю. Я научился, я спокойный сам по себе. Как-то вежливо стараюсь разрешить ситуацию. Сталкиваешься часто, зубы стиснул, пошел дальше. Либо это будет расслабление с самим собой дома, закрывшись под одеялом где-нибудь. Либо это прогулка, как сейчас на хорошей погоде. Я, например, занималась медитацией. Работа без стресса невозможна, считает главный врач психоневрологического диспансера Исаак Бекер. Но человеку необходимо следить за тем, чтобы стресс не превратился в источник проблем со здоровьем. Больше всего человек, конечно, психически разрушается или получает удары судьбы все-таки не на работе, а в семье. По одной простой причине, что работу он всегда может сменить. А семью-то мне быстро так, во всяком случае, не покинешь. Жена не рукавица, которую не стряхнешь с руки. Как отметил Исаак Бекер, количество приобретающих психические расстройства в городе не уменьшается. Страдают и пенсионеры, и молодежь. Отрицательное влияние на школьников оказывают компьютерные игры, интернет и телевидение. Если по телевизору или в компьютере каждый день ребенок видит сцены насилия, убийства, расшлеленку, танки, шманки, автоматы, конечно, это где-то оседает. Поэтому Исаак Бекер посоветовал чаще челнинцам уделять больше внимания общению с близкими. В этом помогают совместные занятия спортом, встречи с друзьями, а также хобби. Кристина Маматова, Дмитрий Кравченко, Челны, 24.